Здравствуйте! В эфире Вестник Северодвинской. С вами Ирада Мятенева. Сегодня в выпуске. Проверили гаражные кооперативы. Представители администрации и прокуратуры выявили злостных нарушителей и отличников по чистоте. Уборка города к 9 мая продолжается. Более 200 человек приняли участие в субботнике. Отправиться домой. Два солдатских медальона воинов Великой Отечественной переданы родственникам. Падение с этажа. Двое северодвинцев выпали из окон за минувшие сутки. Теперь подробнее. Территорию гаражных кооперативов сегодня проверили сотрудники прокуратуры и администрации Северодвинска. Цель таких рейдов – не наказать рублем, а сохранить экологию и поддержать чистоту. Кто справился с задачей, расскажет Мария Воробьева. Машина – как вторая жена. Гараж – как второй дом. Вот уже 10 лет в этом гараже в ГСК Меркурий чинит, варит и сверлит Василий Рыбалов. Как признается автомобилист, их кооператив небольшой, дружный и чистоплотный. Есть субботники, бывает, конечно. Час пока не было еще, но, наверное, скоро будет. Будем прибирать, где тут все плохо лежит или брошено. Но если чистая, так она и красивая, и хорошая, и в оборудовании не запинаешься, ничего не мешает. Прекрасно просто. Показательная территория Меркурия на контрасте с ГСК темп. Темпы уборки здесь медленные. Хотя владельцев гаражей более полутора тысяч человек. Сегодня в кооперативы повторно приехали с проверкой представители отдела экологии и природопользования администрации города и сотрудники прокуратуры. С последнего их визита, 27 апреля, ситуация не изменилась. До 1 мая дали срок всем председателям, написали обращение, чтобы территория была в порядке. То есть это что значит? Это чтобы контейнеры были вывезены и вся территория приведена в порядок, то есть убрана, то есть была в удовлетворительном состоянии. Ну вот мы сейчас видим, что у нас ГСК темп игнорирует наши требования. В неудовлетворительном состоянии сейчас находятся территории 41 гаражного кооператива. Все результаты проверки переданы в прокуратуру. К настоящему моменту выявлено множество нарушений, допускаемых гаражными кооперативами в указанной сфере законодательства. В этой связи прокуратурой внесено порядка 20 представлений к настоящему времени об устранении нарушений закона. Ну и кроме того, материал проверок будет направлен в Роспотребнадзор Северодвинска для решения вопросов о привлечении виновных лиц к административной ответственности. От 30 до 50 тысяч рублей может заплатить физическое лицо. Штраф на юридических лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей. Следующая проверка состоится после 9 мая. Кроме повторного визита в ГСК, представители администрации и прокуратуры заглянут в СНТ. Проверят, как поддерживается чистота территорий. Мария Воробьева, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Лопаты, метлы и грабли. Северодвинцы продолжают уборку города в преддверии Дня Победы. Сегодня на субботник вышли более 200 человек. Сделать город чище перед празднованием 9 мая решили северодвинцы. Паша Старицын в таких субботниках участвуют постоянно. Мне очень нравится, когда гуляешь по парку. Очень красиво, чисто. Аж приятно прогуляться этим вечером, днем. Вот это мне самому приятно, поэтому решил помочь. Сегодня волонтеры убирают аллеи молодежи и памяти. Накануне трудились на аллее ветеранов. Желающих поучаствовать много. Это учащиеся школ и училищ. Основные работы – уборка сухой травы и веток. Сегодня в основном школьники участвуют, но и также прохожие, которые проходят. Им тоже это интересно. Они берутся за грабли, перчатки и также идут помогать прибирать. Администрация города обратилась и к индивидуальным предпринимателям, чтобы они тоже вышли на массовые субботники. Привели в порядок и облагородили места общего пользования перед своими предприятиями. Выходит радуется солнышку жителей и по выходным дням гуляют с детьми, поэтому всем хочется, чтобы было прибыль, красивый и приятный. Конечно, в преддверии такого великого и святого праздника 9 мая обязательно нужно вести порядок возле своих предприятий. Городские площади и центральные улицы Северодвинска практически готовы к празднованию Дня Победы, но некоторые дворы просят уборки. Навалы песчаные не везде убраны. Есть улицы, где пока все осталось. Или силы были просто на центре сосредоточены, или на центральной улице. Тогда нужно понимание, когда там приведут в порядок все остальное. Начинала планировать выезд очередной перед 9 мая. Значит, просто едем по дворам. Будем заворачивать, все смотреть. Всего за два дня в акции «Чистый город» приняли участие более 300 северодвинцев. Мария Алексеенко, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска. Машины, конструкторы. Сотрудники ГИБДД предупреждают автолюбителей. Необходимо быть внимательнее перед покупкой машины. Есть риск приобрести транспорт, собранный из привезенных по отдельности деталей. В марте уменьшился размер пошлины на ввозимые из-за границы запчасти для автомобилей. Минимальные ставки ввозной пошлины на кузова транспортных средств убрали. Оставлено только 15% от их стоимости. Такое финансовое послабление может спровоцировать мошеннические схемы. За границей покупается автомобиль по запчастям, что дешевле. А в России продают уже по полной стоимости автомобиля. Однако такой транспорт зарегистрировать не получится. Вы решили заменить на своем транспортном средстве какой-либо номерной агрегат. Будь то двигатель, рама, либо кузов. Так вот, зарегистрировать такой агрегат, если он ранее не был установлен на зарегистрированном автомобиле, у вас не получится. Именно потому, что за него не взымался утилизационный сбор. Чтобы не стать владельцем такого автомобильного конструктора, при покупке машины необходимо провести осмотр в регистрационном подразделении ГИБДД. Любые изменения, либо замена номерных агрегатов будет выявлено сотрудниками. Год назад они окончили специализированные ведомственные вузы и сегодня несут службу на разных должностях в исправительных учреждениях региона. Свои первые успехи службы обсудили молодые офицеры на слете в УФСИН. Такой слет в областном управлении Федеральной службы исполнения наказаний проводится уже не впервые. На этот раз участие приняли 23 человека. О своих проблемах и успехах на службе молодые лейтенанты охотно делятся с руководством управления. Первый год самый сложный. Полученную теорию нужно показать на практике. Безусловно, данная задача является основной в адаптации молодых сотрудников к службе. Теоретическая подготовка в институте – это очень хорошо, но практическая составляющая не менее важна в становлении молодого сотрудника. Для этого мы проводим сегодняшнее мероприятие, в котором они все общаются, передают друг другу тот опыт, который они за год уже накопили. Евгений Мурашкин в УФСИН работает инспектором уголовно-исполнительной инспекции. Год назад он закончил Вологодский институт права и экономики в УФСИН России. Полученные знания умело применяет в своей повседневной деятельности. Ежедневно ему приходится общаться с осужденными, чьи наказания не связаны с лишением свободы. Выстраивать отношения с стоящими на учетах помогают опытные наставники. Он помогает мне освоиться в должности, изучить необходимые нормативно-правовые акты, а также координирует мою деятельность. Такие мероприятия направлены на совершенствование работы по адаптации к службе молодых сотрудников, формирование чувства ответственности за выбранную профессию. Для каждого из вас есть перспектива роста. Ни по какому блату, ни по какому росту, весу и другим критериям перемещения по службе не будет. Все зависит только от вас. По программе также сдача контрольных зачетов по физической и огневой подготовкам. Все офицеры хорошо справились с заданиями, показали высокий уровень владения боевыми приемами борьбы и пистолета Макарова. Лучшие результаты по итогам тестирования были отмечены руководством ОФСИН. А теперь о прогнозе погоды на завтра. С ним нас познакомит Ольга Савинова. Суббота обещает быть дождливой, но теплой. Здравствуйте! Вас приветствует Небесная канцелярия и наш спонсор – стоматологический центр «Престиж Дент». Весь спектр стоматологических услуг. «Престиж Дент» предлагает услуги. Современная хирургия, где проводится имплантация зубов, костно-пластические операции, восстанавливающие утраченную костную ткань, все виды амбулаторных операций. Парадонтальная хирургия – это операции, направленные на лечение десен, целью которых является восстановление десны при оголении корня зуба, создание недостающего объема костной ткани и укрепление подвижных зубов. «Престиж Дент» – Октябрьская 3. В субботу 5 мая по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ночью 3 градуса тепла, днем 8. Ветер северо-западный слабый 2 метра в секунду. Облачно, временами небольшой дождь. Атмосферное давление неизменно 763 миллиметра ртутного столба. В народном календаре 5 мая – День луки. На Руси в этот день высаживали лук и смотрели за приметами. Гроза сулила богатый урожай, заморозки – еще 40 утренних морозов. На этом все. До свидания. Торговая сеть «Основа» поздравляет вас с наступающим днем Великой Победы. Приглашаем за покупками и подарками. Большой выбор посуды и предметов для кухни и интерьера. Новое поступление трикотажа и чулочно-носочных изделий для всей семьи. Ювелирные украшения известных брендов «Эстет» и «Соколов». Всегда в наличии подарочные сертификаты. Ждем вас в наших магазинах по адресам Карла Маркса 12 и Советская 50-12, магазин «Основа». Ломоносова, дом 56, магазин «Татьяна». Научиться основам вальса и прочувствовать на себе радость победы, как герой Северодвинса весной 45-го. Горожане учатся танцевать один из самых красивых танцев. Занятия проходят в Северодвинском молодежном центре. Девочки, я танцую, вот так, да? Пальшики, да. Пальшики, да. Да, да, вальшики, да, вальшики. В начале мастер-класса по вальсу – разминка, и лишь затем северодвинцы закружились в танцы. 53-летняя Татьяна Ушакова последний раз вальс танцевала на выпускном в школе. Самая сложность в чем заключается? В шагах. Запуталась. И на 9 мая, да, хочется потанцевать в парке, там где-нибудь еще. И так для себя очень хочется на вальс танцевать, научиться. А почему она на вальс? Ну, я так-то умею танцевать, но вальс вот. Хорошо совсем не умею танцевать. В пятый раз в Северодвинске будет организована танцевальная ретро-площадка в стиле 40-х годов «Молотовск. Весна. Победа». В этом году она пройдет в сквере ветеранов. Северодвинцы услышат и станцуют под послевоенные песни, увидят моду той эпохи. Здесь же заработает фотоателье, пройдут мастер-классы по танцам и выступят творческие коллективы города. Главными гостями праздника станут ветераны Северодвинска. Проект «Молотовская весна. Победа» – это прекрасная возможность надеться в военную форму или по моде тех лет. Вальс – это парный танец, и во время войны люди таким образом объединялись, знакомились, и им было не так страшно жить в это время. В это страшное время. Ретро-площадка пройдет 9 мая в 15.30. К этому времени горожане еще смогут подготовиться к танцам. На мастер-класс по вальсу северодвинцев ждут в Молодежном центре в воскресенье 6 мая в 16 часов. С собой необходимо взять сменную обувь. Сегодня у Вечного огня вспоминали героев Великой Отечественной войны. Два солдатских медальона уроженцев Архангельской области переданы родственникам. В 2017 году прах Тимофея Григорьевича Кошелева обрел покой в Медвежегорском районе Республики Карелия. А сегодня именно медальон бойца поисковики Северодвинска торжественно передали родственникам. Второй медальон Степана Павловича Фомина отдали двоюродной внучке из Онеги. Солдат погиб в боях за Карелию. Когда я родилась, бабушка была уже в большом возрасте, она 10-го года рождения. То есть я ничего не слышала и не знала. Ей было тяжело это вспоминать. Контакт помог во всем. Была запись, что ищем родственников Фомина Степана Павловича. Я бы туда не зашла, если я не знала, откуда у нас бабушка. Я знаю, что у нас бабушка в деревне Мондино. И я зашла. И потом уже все, там уже вся подноготная была. Фомин Степан с города Онеги, он был найден в 17-м году в мае месяце поисковыми отрядами с Великого Новгорода и с города Москвы нашими коллегами. Нам уже был передан медальон для экспертизы. Вот уже ребята, наши северодвинцы, значит, его смогли расшифровать. Бойца Степана Фомина похоронят завтра в 11 часов на воинском кладбище в Онеги. Уборщица вокзала подозревается в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. По предварительным данным, сотрудница в алкогольном опьянении на станции Удима Котловского района увидела, как пятеро подростков на мусоре. Женщина их закрыла в здании, пока ребята не прибрались. Возбуждено уголовное дело. Уборщица грозит до пяти лет лишения свободы. В других происшествиях в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики – строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». Только в мае скидка на квартиру до 19%. Больше размер – больше скидка. Только в мае, покупая квартиру в «Аквилон Инвест», вы получаете скидку до 19%. Чем больше размер квартиры, тем больше выгода. Звоните 52-00. «Аквилон Инвест». Мы работаем без выходных. Тело 32-летнего мужчины найдено на юбилейной семь в Северодвинске. По данному факту возбуждено уголовное дело. На теле мужчины следователи обнаружили многочисленные побои. Задержан подозреваемый, знакомый потерпевшего, хозяин квартиры. По предварительным данным, после совместного застолья между знакомыми возник конфликт. Подозреваемый избил оппонента, последний скончался на месте происшествия. Изначально из версий было, что потерпевший сам пришел к нему домой. И уже якобы где-то на улице получил телесные повреждения. Пришел к нему в квартиру и там скончался. Но уже когда начали проводить оперативные мероприятия и следственные действия, мужчина осознался, что между ними был конфликт. И он все-таки избил потерпевшего. Конфликт между мужчинами слышали соседи. Подозреваемый под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Двое северодвинцев вышли из окон за минувшие сутки. Предположительно, оба были в алкогольном опьянении. Первый случай произошел на Комсомольской 22. 51-летний мужчина выпал со второго этажа. С места его госпитализировали с ушибом позвоночника. Второй мужчина выпал с пятого этажа на Карла Маркса 3. Предположительно, у 32-летнего северодвинца многочисленные переломы. Нежилой деревянный дом загорелся сегодня в центре Архангельска. Двухэтажное здание расселено и предназначено под снос. Но в одной из квартир обустроились люди без определенного места жительства. Причем один из них – инвалид-колясочник. Люди выбрались из дома до приезда пожарных. На момент прибытия происходило горение во втором подъезде по всей площади выходом огня на кровлю здания. Были направлены силы и средства по номеру 1 БИС. Приданными силами пожар на данный момент локализован. Вероятнее всего, к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Посторонних лиц, пострадавших нет. Нодомаркет Корзинка с крышкой 34 на 24 сантиметра – 129 рублей Удобная Прештая Функциональная Надежно Мебельная фабрика «Северная Двина» предлагает разработку мебели по индивидуальным проектам. Корпусную и мягкую мебель, а также мебель для офисов, школ и детских садов. Мебель из массива для ценителей и витражи. Создадим уют вместе. Наши магазины в Северодвинске, торговый центр «Южный» и торговый центр «Гиппа». Доступные цены, рассрочка платежа. Крестьянское фермерское хозяйство «Наводово» и Шенкурский молочный завод представляют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два зеркальных периода и третий абсолютно равный тайм. В спортивном зале «Фокси» в Маш состоялся финальный матч открытого чемпионата Северодвинска по флорболу. Золотые медали разыграли команды «Океан» и «Севмаш». Основное время игры не выявило победителя встречи. В декабре 2017-го в полуфинальном матче Кубка главы Северодвинска флорболисты «Океана» потерпели поражение от команды «Севмаш» в послематчевых булитах. Полуфинал Кубка Белого моря закончился также по булитам, но в пользу «Океана» на групповом этапе чемпионата города дружина моряков разгромила молодежь «Севмаша» со счетом 15-7. И вот мы дождались нового противостояния опыта против молодости, тактики и высоких скоростей. Уже на 50-й секунде Владимир Горевских открыл счет, но через две минуты капитан «Севмаша» Александр Мошкин вернул равенство, правда, ненадолго. Никита Бочаров и Сергей Азов сделали счет 3-1 в пользу «Океана». Во втором периоде молодежь «Севмаша» выстроила волнорез против атак «Океана». На один гол Игоря Кучина подопечные Анатолия Быкова ответили тремя забитыми мячами. Отличился Сергей Гребенщиков и дважды Андрей Бородкин. В третьем периоде соперники поочередно выходили вперед и при счете 6-5 в пользу «Океана» Дмитрий Рогатых перевел поединок на послематчевые булиты. Четыре дуэли пенальтистов и голкиперов завершились в пользу вратарей и лишь на третьем булите капитан «Севмаша» Александр Мошкин переиграл Сергея Иворского. Константин Морев мог сравнять счет и продолжить серию булитов, но опытный голкипер «Севмаша» Максим Ноубрейт принес молодежи столь важную победу 7-6. Было ли тяжело физически? Конечно. Что испытываешь от этой победы? Счастья, столько не могли выиграть, а сейчас получилось непередаваемые эмоции. Все-таки за счет чего, как ты думаешь? Все-таки молодость взяла опыт, за счет скорости, за счет трудолюбия? Да, думаю, из-за этого. Ну и повезло, нам по булитам выиграли. Какие эмоции ты испытал все-таки, когда после твоей попытки мяч пересек линию ворот? Ну, мне все-таки кажется, что все равно булиты – это лотерея, но так как игра полностью была на нашей стороне, я думаю, нам повезло больше. Впечатление, на самом деле, самое положительное. Финал достойный, я считаю. Команда «Севмаш» в этот раз очень молодцы подготовились, показали хорошую игру. В конце мы уже вели, немножко расслабились, ничья, булиты. Ну, молодцы, на самом деле, показывают хорошую игру. Как вы сегодня видели, молодые игроки, которые действительно сейчас делегируются в сборной области, то есть показывают именно этот уровень. Лучшими игроками открытого чемпионата города были признаны нападающий Сергей Гребенщиков и защитник Александр Мошкин из команды чемпионов. Голкипер Сергей Яворский и самым ценным флорбалистом признали Илью Вишнякова «Оба океан». Константин Мухин и Павел Пунонов. Вестник Северодвинска. Тем временем в открытом Кубке Северодвинска по хоккею с шайбой также состоялась финальная встреча между командами «Звездочка» и «Строитель». Поединок, прошедший в ледовой арене «Беломорец», сохранял интригу до последних минут встречи и стал украшением всего турнира. Так уж сложилась турнирная борьба, что после группового этапа и стадии плей-офф в финал Кубка города по хоккею с шайбой пробились команды группы «Б». На предварительном этапе хоккеисты «Звездочки» обыграли своих принципиальных соперников со счетом 4-2. В том матче команда «Строитель» заработала 36 минут штрафного времени против четырех у «Звездочки». В последующих играх хоккеисты «Строителя» избавились от большого количества удалений. Матч начался с банальной ошибки защитника «Звездочки» и Александр Горшков поразил девятку ворот соперников. В первом периоде, кроме трех удалений и нескольких опасных моментов, зрители больше ничего не увидели. В начале второго отрезка молодой хоккеист «Звездочки» Виктор Седоков после сольного прохода забивает красивую шайбу, а позже Алексей Петровский реализует классическую контратаку «Звездочки». Но до перерыва Василий Глебов сравнивает счет 2-2. Дебют третьего отрезка ознаменовался результативным выходом 1 на 1 в исполнении Дмитрия Жигалова. Через пять минут хоккеисты «Строителя» пропустили шайбу в меньшинстве. Отличился все тот же Петровский. 3-3. Игра стала нести более жесткий характер, и обоюдные удаления сыпались с обеих сторон. Анатолий Шумилов, выехав из-за ворот, вывел «Строитель» вперед, а за две минуты до сирены Василий Глебов установил окончательный счет в матче. 5-3 и кубок «Северодвинска» в руках команды «Строитель». Второй тайм, наверное, все-таки не в пользу у Вас. Такой несколько провальный, больше откидывались. И в начале третьего забиваете в меньшинстве. Это переломный момент был? Нет. По второму периоду, да, были моменты, где у нас там провалы пошли. Устали уже немножко, потому что и удаление, все вчетвером, вчетвером. Ну, это бывает. Ну, а потом потихонечку в третьем периоде где-то так, но опять силы нашлись, добавили, забили, победили. Я думаю, что у них настрой был посерьезнее. Первую мы игру не выиграли в первом. Но сейчас у них настрой был серьезный. Мы где-то ошиблись, где-то расслабились. Я думаю, что и поэтому мы не доработали. Лучшим голкипером турнира признали Владимира Чертова. Строитель и его одноклубник Алексей Секушин стал лучшим защитником. Лучшим нападающим признали игрока «Звездочки» Алексея Петровского. А самым ценным хоккеистом признан неувидающий ветеран Василий Глебов. Любая команда могла оказаться в финале. Фаворитов не было, явно выраженных фаворитов. Ну, оказались две самые более опытные команды в финальном матче. Играли здорово. Я считаю, все по делу. Строитель выиграл заслуженно. В августе хоккеисты Архангельска, Новодвинска и Северодвинска соберутся на второй турнир открытия сезона «Кубок Белого моря». В данный момент переходящим трофеем владеет команда «Двина». Константин Мухин и Владимир Богомолов. Вестник Северодвинска. На сегодня это все новости. С вами была Яра Домитенева. Всего доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok